Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир и смотрите игровой канал Вредного Енота. Мы с вами играем в Ark Survival Evolved и сегодня опять спецсерия, сегодня обзор патча 258. Я заранее подготовился, дело в том, что в патче в принципе не так прям много изменений, но они есть. Во-первых, нам добавили 5 новых динозавров, давайте с ними, собственно, познакомимся. Первый, это Гесперорнис, вот, я всего Гесперорнис пытаюсь назвать, Гесперорнис же, конечно. Суть в чем, вот такая вот у нас утка, которую можно таскать так с собой, в принципе, создание практически бесполезное, только для высидки яиц, когда его выпустим, то есть, в принципе, ее можно разводить для фермы, то есть, прям, ничего в ней такого нету, она просто несет яйца, питается рыбой. И, кстати, да, говорят, очень быстро плавает, давайте проверим, наверное, что нет там. Ну-ка, побежали. Тебя ж не сидят, надеюсь, тут пираньи водились просто. Пираньи нету, тут хорошо. Ага. А, нет, бежит, я думал, наш пигвинин дурак прыгает там, где пираньи водятся. Не, нормально, нормально, плавиот, вон. В принципе, довольно шутро плавает, и, по-моему, даже быстрее, да, гораздо быстрее, чем мы. В принципе, на этом с этим динозавром все, то есть, он ничего прям такого, сверхъестественного на нем нету. Ну, вот, ну, это ладно. Как бы мы его сейчас припаркуем обратно, иди сюда. Да, впрочем, там стой. А, следующий у нас кто? Следующий у нас гиена. Видите, если правильно, гиенодон. А, суть в чем? То есть, я вот посидел, так посмотрел, почитал, на ней есть седло. Только вот этим седлом пользоваться нельзя, это седло чисто для сумок. В нем можно, конечно, и мясо, и, в принципе, и, в принципе, наверное, только мясо. Ну, и так, барахло, если перетаскать. То есть, по сути, это такой верблюд небольшой. А, что я могу по его сказать? Уберись. Что я могу сказать вот по этой животине? Она, собака, очень трусливая, очень трусливая. Если она одна, и вы не ранены, она хер, когда нападет. Но если вы ранены, то он становится дико агрессивной, дико злой, и всячески пытается вас сражать. А, при этом не только она, она зовет еще своих друзей, насколько я понимаю. То есть, в принципе, тут прям тоже ничего такого нет. Ой, пардоните, встать хотел. Ладно, неважно. Давайте приласкаем. А, кстати, да, ребят, я же забыл сказать. У нее очень быстрый отхил. А если в ней есть мясо, она очень быстро хилится. И, по сути, можно ее использовать чуть ли не как танк. Я вот не знаю. Ну, наверное, да. В принципе. Ну, такой лекарь-пекарь стандартный. Маленького размера. Следующий. Мегалания. Мегалания это, по сути, гигантский варан. На него также седло. Чтоб на нем нужно было передвигаться. Собственно, супер. Ничем он таким не отличается. Но. 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 У нее есть фишка. Он также, как и сумчатый лев, должен лазить по таким вот ответственным. Сказал. Давайте проверим. Тут камушка небольшой есть. Давайте посмотрим. Я вот, честно говоря, не знаю, как. А, во. Короче, может лазить так. И написано, что, в принципе, эта зверюга может даже вверх... Ну-ка. Что-нибудь делаешь? Вверх ногами. То есть, можно на потолке парковать спокойненько. Нет, а ничего не делать. Она просто ходит. Я думал, я тут направо, налево кнопка. Чуть новое такое. Сейчас мы быстренько посмотрим, но где он завор. И дальше я вообще расскажу, что еще в этом патче есть. Он видишь, это хилится. Он у него пассивный отхил стоит, но у него мяса нету. Ну вот, ладно. Следующая вот такая вот зверюга. По-моему, это называется магитери. По-моему, это, знаете, такой... Ленивец юридского периода. Короче... Диозавр, в принципе, он ничего там такого прям полезного не делает. Есть нечто из-за того, что он просто фанат, фанат, еще раз, гигантский фанат всех насекомых. С его помощью может добывать хитин. Я так понимаю, икс на добычу хитина у него гораздо больше, чем у простых. Сам он миролюбивый, не злой, совершенно никак не атакует. Ну, с этим мы драться не будем. Вот. В принципе, вот такая вот зверюга. Очень хорошо добывает хитин, очень хорошо добывает... Ой, добывает, защищает от всяких пчел и всего, что вот с ними связано, соответственно. То есть, все, что про насекомых, это про него. Написано также, что он защищает от паукообразных. То есть, я так понимаю, наверное, против насекомых... Ой, насекомых, говорю. Против скорпионов он, наверное, тоже очень много чего имеет. Все. В принципе, красавчик вот так вот. По-моему, он даже ничего так симпатичный смотрится. И последний динозавр, который добавили, это Ютиранус. Зверюга очень агрессивная, очень хищная. Дамаг у него, по-моему, тоже очень-очень. Ну-ка. Ну, хрен знает. Давайте пойдем какую-нибудь... Вольнем. Что можно про этого динозавра сказать? Эта зверюга... Прекраснейше уживается. С карнотаврами. Более того. Эта зверюга... Может стать их лидером. То есть, если идет атака... А что у тебя? Подожди, что такое вдохненький? Ты вообще не выносивай. То есть, она объединяет... Как бы, и берет на себя лидерские качества. И поэтому... И, соответственно, становится, видимо... То ли вожаком племени, то ли что-то в этом духе. В общем, вот такая вот прикольная зверюга. Сейчас мы немножко отдохнем. Потому что у нас кого-то 5-го левела, буквально. Да, даже 3-го левела. Они у меня все 1-го левела засвальнились. Вот. И... Тут есть такая интересная особенность. Мы сейчас пробуем в бою ее испытать. Ну-ка, вот сейчас подойдем так, не спеша. Топнем правой кнопкой мыши. И, походу, промазали, да? А, промазали. Ладно, сейчас попадем еще раз. Короче, вот этот вот топот, он должен в панику врага вроде как наводить. И враги просто должны разбегаться. Не знаю, не проверял. Ну, наверное, так и должно быть. Давай посмотрим. Вот, смотри, что-то у нее началось. Что-то на панику-то не похоже ни хрена. Черепашка, ты должна в паническом бегстве убежать. У меня есть такое подозрение, что, знаете, эта паника, она не страх доводит. Она, мне кажется, наверное, снижает какой-то уровень атаки, уровень защиты, еще что-нибудь такое. Есть у нее какие-то такие подозрения? Ну-ка. Дай смолу малявка. А, нет, смотри, значит, это просто на черепаху не подействовало. А так вот, смотри, эти убегают в панике. Довольно удобно, надо сказать. Все, пускай они там пока паникуют. А у черепахи, знаете, какой-то кругляшок был. То есть, видимо, у нее что-то другое. То ли иммунитет какой-то, то ли защита к панике, то ли херозная. То ли она просто бегать не умеет, поэтому куда ей, нахрен, убегать-то. Так. Собственно. Собственно, он вообще, блин, капец, устает. Я как не знаю кто. Кошмат. Добавить еще новые яйца. Сейчас я их покажу. А, в принципе... Ай, нахрен, что их тут? Пока мы с ним добежим. В общем, что могу сказать по яйцам? Яйцам всего добавили три штуки. Это яйцо мегалани нашего варана. Так, давай-ка. Нет, смотри, не так, не так. Это я эти приколы знаю. Выглядит, ну, коричнево-желтые пятнышки, как больное яичко буквально. Я не знаю. Вернее, как больная какашка. Я бы, наверное, так даже сказал. В общем, пускай она лежит тут. Второе. Это у нас яйцо гесперорниса. То есть, того пингвина. Выглядит, как обычное яйцо. В принципе, можно перепутать с любым другим. Но! Но! Вот у этого яйца, этого гесперорниса, есть еще золотое яйцо. Пожалуйста. Вот такое вот золотое яйцо. Вываливается с него. А если я не ошибаюсь, вот именно с золотого яйца, ну-ка, как тут можно использовать? В общем, если не ошибаюсь, то именно с этого золотого яйца можно добывать нефть. То есть, если это просто жратва, то вот золотых яиц... Ну, ребятки, тут я могу ошибаться, я точно не скажу. Как-то добывается массивистая жидкость типа нету. Как было написано на сайте, так я вам и говорю. Как в официальном обновлении вот это все. Записали они. Ну, смотрите, смотрите, довольно шикарно. Его даже и есть и неохота. Блин, ну оно так-то испортится. Так, прикольно. Так поставил на поставочку. Такие золотые яйца у тебя. Прикольно. Добавили еще много всяких ништяков. И вот теперь давайте мы быстренько пробежимся по патчу. То есть, я себе список тут вывел, что сделали. Поэтому давайте, чтобы ничего не выпустить, быстренько пробежимся. Первое. Нас добавили новое оружие. Это гарпунное ружье. Вот ружье. Вот гарпун. Соответственно, пойдем сейчас кого-нибудь загарпунем. Работает, насколько я знаю... Кстати, да, это транквилизирующий гарпун. Работает, насколько я знаю, в принципе, и под водой, и на суше. Поэтому давайте мы сейчас пойдем. Вон, кстати, Птер летает. Может, реально Птера какого-нибудь? Давай, короче, наверняк, сгоняем. Мы, выясненько найдем сейчас любого вообще абсолютно Птера и пробуем засадить ему в голову. Что будет? Помрет он? Или уснет? Или улетит? Сейчас, в общем, выясним. Так, прицел. Ага, все нормально. Тут есть, у меня включен. Все, ну-ка, давай-ка. Мой верный помощник и спутник. Просто я боюсь, что вот на этих вот не хватит мне транквилизирующего вот этого гарпуна. А на Птера вполне себе может даже хватить. Вот он, кстати, как раз садится. Потому что они, в принципе, засыпают пары плюх. Поэтому, я думаю, есть смысл попробовать ему в голову засадить. Что не так? Нормально все. Так, подойти и хлобысь в голову. Вырубается, красавчик. А вот теперь побежали. Хе-хе-хе. Ладно, пускай он ухавает. Короче, смотри. А Птер Кола Волота был. Стой. 14-го. В принципе, 14-го бы и так, наверное, вырубился. Ну, ладно. В общем, в принципе, работает на ура. Все шикарно, все нормально. Птеров вырубает тоже на ура. Один транквилизирующий вот этот гарпун в голову. Так, следующее, что у нас? Соответственно, 5 новых диазавров. Мы их уже посмотрели. Еще раз по названиям. Это Геанодон, Гесперорнис, Мега Терри, Мегалания и Ютираны. Добав... Блин, она туда надо. Давай, вот к нему. Добавили моторную лодку, ребятки. Моторная лодка. Ну-ка. Убери эту штуку, вообще-то. Так, ну, давайте, знаете, прежде чем моторную лодку, давайте, на него забегай вперед. Добавили. Туалет. Туалет. Теперь мы не будем срать, где попало. Вот, пожалуйста. Спаси меня. Собака такая, ты прикинь, да? Давай, сожри его. Сейчас посмотрим, какой уловил. Он, походу, мелкий какой-то. Да, это вообще чушь какая-то позорная. Ладно. Вот как раз туалет сейчас бы очень пригодился, когда нас выбежал от трапта. Вот такой туалет. Выглядит себе вполне достойно. Что ты его достал-то опять? Да ебтую за ногу-то, прикинь. Не хочешь убирать? Все, убери. Отлично. Ну, хе-хе. Выглядит это примерно вот так. Не знаю, в чем смысл, но я думаю, разработчики наконец-то решили, что пора бы не только Дианзавру, но пора бы какой-нибудь декор, все дела и как-то вот все красиво. Соответственно, ждем каких-нибудь там лампочек, еще чего-нибудь такого там прикольного. Не таких лампочек, а там типа бра, еще там ванны всякие. Так, следующий, как я и говорил, моторная лодка. Моторная лодка у меня находится вот в нем. Я же прав? Я прав. Но мне не хватает веса, поэтому мы сейчас вот так делаем. загоним ему воду. Так, моторная лодка. Ну-ка, смотрим. Вот, хорош. Вот так вот выглядит моторная лодка. Как не узнавать, я пока еще не понимаю. Скорее всего, так же, как и на плот. Так, топливо, топливо. Сейчас все будет. Топливо у нас тоже есть. Хотя, а что я? Давайте я вот так сделаю. Че бегать? Она же как раз вот топливом-то запасалась сюда, чтоб на моторную лодку вам показать. Так, давайте посмотрим. Я на ней просто не плавал, не знаю, но, наверное, все легко и просто. В смысле? А, завести, управление, поплыли. Хорош. Смотри, вот такая вот моторная лодочка у нас. Ну как моторная лодка? По сути, это плот, по сути, это самый обычный плот, металлический, правда, с движком. И, честно говоря, я не понимаю смысла вот этого как бы всего. Зачем? Потому что обычный плот вполне себе так же справлялся со всеми этими обязанностями. То есть, он так же довольно шутро плавал. Ну вот нужно тут в скорости дело. Вроде как, она все-таки, да, пошустрее, раза в полтора-два, по-моему, да, она плавает, чем обычный плот. То есть, как бы, прям супер, такого, я тут ничего не увидел нового. Но, штука, согласитесь, довольно приятная. Так, давайте пока плывем. Значит, добавили еще два стиля прически. Сохранение, так, в общем, оптимизация. Добавили кучу-кучу достижений. Я пока вот это вот все делал, у меня стимовские достижения начали внизу лазить. Типа, первая поездка, первое приручение, там, еще что-то такое. Первая, по-моему, постройка. То есть, вот такие, такого плана. Раньше, да, их и на самом деле не было. Дальше. Так. Мега обновление Принитив Плюс. Про Принитив Плюс я сказать ничего не могу. Это нужно заходить в группу Принитив Плюс и уже смотреть, что именно они там добавили. Он не перегрелся, а у меня. Вроде нет. Давай, пришвартуемся. Вот сюда. Хороший. Все, тормозим. А что, их глушить надо, нет? Ага. Ага. Все, заглушили, отлично. Так, едем дальше. Значит, исправлены различные уязвимости игры. Повышенная оптимизация, как они нам обещали, но не знаю, насколько она повысилась. В принципе, я вот не вижу FPS, у меня значок загораживает, но я по ощущениям вижу, что он высокий. Что-то вроде в 80-90 у меня держится вроде как. Хрен он знает. Ладно. Исправлен баг, когда неприручные альфа-существа иногда давали положительный эффект вражеским прирученным гинам. Так, значит, самый старший по уровню лютоволк, кстати, теперь будет альфой. Соответствующим баф аналогичной механики реализована у Алазаров и Геонодона. Добавлены различные уведомления о том, что у вас есть или нету больше предмета. Это я сейчас вам покажу. Это я заметил. Видите? Удалено солома. Раньше, если помните, у нас по центру было, постоянно полэкрана загораживало, раздражало аж дико, то теперь у нас вот все это в уголке. Сейчас я даже пробую найти. Вот. В левом уголке и в принципе вообще все хорошо, все шикарно и так далее. И оно получается где-то под чатом. Нет тут чата. Обидно. Ну это как бы локальный сервер, понятно, он не отключен просто. Дальше. Да, различные уведомления предметов-то было. Новые, заметки, перевопроходцев. 66 штук аж добавили их. Собственно, кто любит путешествовать, кто Индиана Джонс в крови и Лара Кроф по натуре, то есть прийти все, найти что-то и разрушить нахрен и спереть и закрощивание, то это для вас. Болты, баллисты, гарпуна теперь обладают схожими с композитными стрелами с пронзающими то есть по сути это вот наверное все такие как бы обновления, вернее все изменения осталось только одно самый ништяк остался, который пока что его нету на серверах, я так понимаю, он в тестовом режиме, но я тут проверил, тут он есть. То есть на локальных серверах пожалуйста, он есть только, я забыл куда его запихал, помните, сюда запихал. Нет. А, в утку. В утку, в утку, точно в утку. Так, утка. Вот. Собственно, что мы имеем? А имеем участие в том, что мы сейчас отключимся нафиг. Потому что мы голодные, пойдем хоть травку быстренько соберем, а то она сейчас точно отключится, и нам весь обзор сорьет. Не, ну согласитесь, это гораздо удобнее, особенно когда, знаете, вы лазите на алазавр, ой, алазавр говорю, на какой-нибудь циротопси, паразаврик, где угодно, и у вас просто весь экран забит. Какие ягоды вы же там подняли. То есть, соответственно, гораздо удобнее все это. Так, все успокоилось, да? Все нормально. Ну что ж, давайте посмотрим, что же это за машинка. Та-дам! Это самый натуральный баги, это самый натуральный джип. Более того, на этом самом натуральном крутом джипе можно ездить. Ох, тут уроки, да? Давайте, знаете, что делаю? Я немножко звук сейчас убавлю. Вот так, наверное. А ты прикинь, у него звук не убавляется. Ну реально, звук не убавляет. Ладно. Буду говорить немножко короче. Вот, собственно, тестовый режим. Как видите, мы сразу стали манекеном. Что у нас есть сзади? У нас сзади ничего есть, у нас запаска сзади. КПП, седела, руль, тоже не крутится. Подожди. Да, руль не крутится пока. Но, зато на него уже поездить. Давайте поносимся, посмотрим. О, е-мое. Он очень, очень физика еще странная, конечно, но, тем не менее, ездить на нем можно. Тут даже... О, тихо, 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 это, 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 японамать, это, арк. На препятствия наезжать не стоит. Тут вроде как ускорения небольшой. Давайте пробуем бедензавра. Вот, трицератопса. Не, вот, трицератопса. Так, по воде он не едет, да? Сейчас он нам поможет, трицератопса. Не поможет. Вот такая вот собака, трицератопс. Мы, сипа, хорош. Это у кого сумма что ли? Давайте, я хочу поедем, раз уж нас, это, как бы, не убили, не сломали, давайте поедем. Жалко то, что громкость не регулируется, вот у этой системы, вот у этой машины. Ну, ладно. В принципе, техника довольно такая прикольная, ломает все, ездит везде, он по динозаврам ездит, по всяким, трокодилам. Трокодил, толкни нас, пожалуйста, чтобы я тебя заловить мог. Нормально, вот смотри, ох, нихрена. Да, ребятки, все-таки, как ни груди, это еще тестовый вариант, это просто тестовый вариант. Дальше бы я не тарахтел, но он все-таки ломается, смотри-ка. В общем, давайте мы ее, наверное, вот так вот, командой килл взорвем. Вот так красиво взрывается. Я тоже это проверил, на всякий случай. Ага, конечно, да. Крокодил прибежал. В общем, ребят, на этом все. Самые основные изменения, самые главные, я вам показал. Я надеюсь, вам понравилось. Постарался рассказать про дни азаров, для чего они нужны, как они выглядят. таймятся они, в принципе, насколько я знаю, все одинаково. Нет, там ничего такого, сверхъестественного, типа пушки, или бегает за кем-то там и так далее. Нет, все, знаете, кто бежит. Нет, это кец летает. То есть, все как обычно, все по стандарту. Вот паразар, кто-то убегает. Где кец-то? Вон кец, нихрена. Два кец, обалдеть. Когда нужны, их никогда нету. Баги пока, повторю еще раз, баги нет, он в теслом режиме, он есть только у вас, на локальном сервере. Если вы хотите, вы можете себе, на локальном сервере, его вот так вот заспавнить. Больше его пока никак не добыть, на серверах тоже не достать. Да, и в принципе, мы с вами посмотрели, физика, честно говоря, там пока что, беспонтовая, но она есть, как бы. Я думаю, это будет дорабатываться, и соответственно, мы, значит, в новых обновлениях, будем уже ждать, баги, наверное. Что еще? Почему бы и нет? Если они его уже, даже модельку дорисовали, физику кое-какую проработали, осталось только, придумать ресурсы, и немножко доделать ее, в плане вот, движения. Такая будет вообще классно. Ну что ж, на этом, ребятки, все, не забывайте комментировать, ставить лайки, подписываться, репост, в общем, все, 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 на канал, на паблик, ВКонтакте, там все последние новости, все последние объявления, поэтому, если хотите быть в курсе всего, не забываем подписываться, и туда, и туда. Все, всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Субтитры создавал DimaTorzok,